Значит, понятно, нули линейного однородного дифференциального уравнения. Это параграф 4. Нули линейного однородного ДУ. Ну, речь пойдет о исследовании уравнения второго порядка. Значит, у нас вот имеется вот такое вот уравнение, где у нас А от Х принадлежат С1 непрерывно дифференцируемой функции, ну, на некотором промежутке А от Х, которая рассматривается А, В от Х, являются непрерывными функциями тоже на некотором промежутке. Вот. Теперь, значит, ну что мы можем сказать? Вот. Ну, мы можем дать некоторое определение. Значит, решение 4.1, Y равное Фи от Х, решение 4.1 называется нетривиальным. Называется нетривиальным. Так, вот, если существует точка, хотя бы одна, в которой оно не равно нулю. Это вот, Антон, в вашей этой самой тетради. Ну, я завтра еще этой девятой группе отдам тетради. Ну, вот. Так. Значит, Фи от Х нетривиальное решение 4.1, нетривиальное. Тривиальное. Если, ну, существует точка Х-молевое, принадлежащая мне, кто нашему промежутку, такое, что Фи от Х-молевое не равно нулю. В противном случае, сами понимаете, это будет тривиальное решение. Это будет тривиальное решение. Понятно, да? Вот. В противном случае это тривиальное решение. Вот. Ну, и тогда дальше. Вот. Значит, и если у меня, значит, а точка Х-1, точка Х-1 такая, что Фи от Х-1 равна нулю, называется нулем, называется нулем нетривиального решения. Ну, и вот мы, собственно, будем с вами изучать нули нетривиального решения. Вот. Это у нас вот будет вот такая тема сегодняшней лекции. Понятно. Ну, первое что? Первое – лемма-1. Первое – лемма-1. Вот. Она звучит так. Она звучит так, что нули нули любого нетривиального решения 4-1 могут быть простые. Ну, здесь кое-что непонятное. Что значит простой ноль? Ну, определение такое, что точка Х-1 называется нулем функции Ф от Х кратности К кратности К если если Ф от Х равняется Ф штрих от Х и равняется Равняется Ф К от Х это дело равно нулю. Так, только ошибся ли я? Так, 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 так. Да, ошибся, конечно. Равно нулю, а Ф от К Х-1 нулю не равно. Вот. Значит, и первое, что мы должны заметить, что нули любого нетривиального решения уравнения 4-1 они могут быть кратности единицы. Вот. Ну, давайте докажем это. Докажем. Значит. Ну, доказательство такое. Предположим, противное. Вот. Предположим, противное, что у меня, например, точка Х-1 является нулем кратности, ну, 2, например. Ну, не кратности единицы, а кратности 2. Так. Пусть точка Х-1 ноль кратности 2. Ноль. Ноль и К равняется 2. Значит, тогда отсюда следует, что же, что у меня Фи от Х-1 равняется Фи штрих от Х-1 и равняется нулю. Вот. Это будет так. Но вы уже люди грамотные и должны сказать, что это мы уже пришли к противоречию. Почему? А поставьте задачу Каши для уравнения 4.1 в точке Х-1. Ну, будет что. Значит, если я... Значит, почему противоречие гречи? Потому что, если это у меня так, то я поставлю задачу Каши, у меня Фи от Х равно нулю, и отсюда следует по теореме существования единственности, по теореме существования единственности, что Фи от Х будет тождественно равно нулю. Правильно? И всё? Вот. И всё дело. Вот. Ну, понятно, вы ставите задачу Каши 0,0. А у однородного уравнения нулевое решение всегда есть. уравнение. Но оно ещё и потом... Оно ещё удовлетворяет нам условиям Каши. Ну, а основная теорема у нас условия специальные, я наложил на А от Х и Б от Х так, что у меня справедлива основная теорема. Значит, тогда Фи от Х просто-напросто 0. Ну, и у меня вот у... уравнения такого порядка нули могут быть только кратности единицы. единицы. Вот. Ну, у меня вот, пока я ехал сюда, думал, у меня возникли задачи, которые я вам могу давать на экзамене. А вот для уравнения третьего порядка, если нули, какой кратности будут? Два. И больше быть не могут. Правильно? А вот уравнение второго порядка, которое вот вы изучаете, и мы будем изучать, вот, нули могут быть только кратности единицы. Вот. Это первое свойство. Это лемма-1. Вот. Второе свойство лемма-2. Лемма-2. Она говорит следующее. Вот. Что если у вас есть, значит, на любом... Так. Ну, я просто скажу. Вот. Это лемма-1. Вот. Так. Так. Нули каждого нетривиального решения не имеют предельной точки на конечном отрезке. Эль. Нули любого нетривиального решения не имеют предельной точки на конечном отрезке л. Что значит предельной точки? Ну, в предельной точке. Вот. Значит, тогда, значит, опять-таки, доказательство опять-таки от противного. Значит, допустим, противное, что у меня имеется, значит, х1 и так далее. хн. То есть, у меня имеется бесконечная последовательность, бесконечная последовательность нулей. Бесконечная последовательность нулей на ну, уравнение вот фи от x. Вот. Решение фи от x на конечном отрезке л. На л. Вот. На л. вот это будет так это будет так ну значит бесконечная последовательность имеется на конечном отрезке что вы можете про нее сказать что частичный предел существует обязательно вот тогда обязательно существует частичный предел ну собственно он и будет предельный . правильно но одно из предельных точек может быть несколько тогда отсюда значит имеется последовательность x1 подпоследовательность нашей вот этой вот последовательности такая что предел при н стремящимся к бесконечности x n вот будет равняться x нулевое будет равняться x нулевое она принадлежит и правильно это так это так мы предположили что вот имеется бесконечная последовательность нулей на отрезке l вот тогда да по теореме бальца на верштрассе у нас вот так будет вот ну и как вы думаете а фи вот от этой вот x1 чему будет равняться от этой точке ну конечно ну потому что это есть что фи от x1 это есть что предел при н стремящемся к бесконечности при н стремящемся к бесконечности фи от x n с волной правильно фи от n с волной это так ну непрерывно же функция на отрезке l решение же непрерывно дифференцируемо вот ну а это есть что значит понятно что это есть ноль ну потому что каждый член равен нулю вот это так а другой стороны поскольку функции непрерывно поскольку функции непрерывно я могу что сделать я могу знак предела затащить под знак функции под знак функции вот ну и будет равняться что это будет фи от x1 ну и она будет равняться нулю вот это будет так хорошо хорошо это будет так теперь теперь что мы сделаем значит ну вот у нас есть два соседних нуля здесь вот допустим x с волной kt x волной k плюс 1 значит фи от x там 0 вот если я рассмотрю отрезок фи кт фи к плюс 1 то что у меня вы можете сказать что будет существовать у функции на этом отрезке ну теорема роли или роля помните или нет это вообще напротив забыли что это такое на 0 нулю ну конечно функция дифференцируема правильно да значит отсюда что у меня у меня существует точка c кт существует точка c кт так такая что фи штрих от c кт будет равняться нулю будет равняться нулю правильно будет равняться нулю вот ну хорошо вот хорошо значит ну понятно это у меня вот такие будет на каждом таком отрезки будет на каждом таком отрезке я тогда что получаю я тогда получаю значит последовательность точек c 1 c 2 и так далее c кт и так далее значит таких у меня то последовательность будет бесконечно правильно ну понятно я вот ее построил на каждом взял их бесконечное число у меня этих интервалов отрезков вот ну внутри каждого будет точка c 1 что вы можете сказать будет ли сходиться эта последовательность да это последовательность будет сходящейся а в чем скорее всего что неужели непонятно к чему будет сходиться по какой теореме одна из ваших любимых теоремах ну вообще она вообще она называется вообще она называется пускай звонит мне вот она называется так теорема о трех последовательностях но в народе ее называют о двух милиционерах и пьяниц правильно ну смотрите у вас значит что у вас так вот так и так это стремится куда правильно это стремится понятно у нее есть предельная точка вот это мы доказали ну значит и у циката она тоже к чему будет сходиться то значит она сходится к x 1 правильно мы определили но и циката тоже будет что стремится к c 1 производная у нас непрерывная и точно так же мы можем показать что у нас фи штрих от c 1 от x 1 будет равняться нулю ну точно так же или мне это надо проделать ну вот понятно да что вот фи штрих от c 1 от x 1 это будет предел при n стремящимся к бесконечности фи штрих от c 1 от x 1 это есть 0 ну а это есть что фи в силу непрерывности знак предела я тащу под знак функция от x 1 к 1 ну и что вы имеете значит вы имеете что у вас тогда в этом случае если у вас есть предельная точка на конечном отрезке так то у вас тогда что есть у вас тогда есть точка в которой ну в это именно предельной точке в любой у вас и производные функции равны нулю ну и тогда этот ноль не будет каким не будет нулем тривиального решения по той же самой причине тогда у вас фи от c есть чистый на фи от x есть чистый ноль понятно вот но отсюда следует следствие такое что на конечном отрезке у вас всегда будет конечное число нулей правильно отсюда запишите следствие что на конечном отрезке всегда имеется конечное число нулей в решении 41 имеется конечное число нулей решение 41 так так мне пока а значит все понятно все понятно вот слов нет она тоже мне никаких вопросов не задает вот вроде бы все так правильно вроде бы все так да но только значит отметьте себе что на интервале эта теорема не нужна если у вас вместо отрезка выберете интервал то это не так там может быть бесконечное число ну вот это так вот это вы отметьте ну вот собственно это вот первое основные моменты но я не знаю куда вот давайте я сюда сюда в этот же параграф в этот же параграф я внесу собственно я внесу именно вот это вот свойство значит если у нас есть вот у нас есть уравнение 4 1 уравнение 4 1 так то я могу подобрать функцию так в некоторую функцию в от x так что у меня у меня у меня в новой искомой функции в новой искомой функции у меня уравнение 4 1 будет иметь вот такой вот вид значит это вот у меня 4 2 вот 4 2 называется самоспряженным видом уравнение 4 1 ну делается это так и вот вы собственно это будете проделывать когда будете решать задачу значит ну давайте так будем искать решение вот уравнение 4 1 вот в таком вот виде y от x равняется некоторая функция v от x на z от x z от x это будет новая искомая функция а вот для v от x мы сейчас получим соответствующее уравнение ну как подставим в исходное уравнение подставим в исходное уравнение тогда мы получим что тогда мы получим значит z 2 штриха z 2 штриха на v от x плюс 2 z' на v но я пользуюсь формулой Лейбница для того, чтобы найти производную от произведения, вторую производную, плюс z на v2'а от x. Это я подставил вместо первой производной. Дальше я подставлю сюда. Значит, у меня вот a от x, ну а a от x у меня будет стоять v' на z плюс v на z'. Ну и плюс b от x, v от x и z от x. Вот, что у меня будет. Теперь, значит, ну я перепишу это уравнение так. Первый член я оставлю. Первый член я оставлю. А здесь я вынесу z'. Тогда у меня коэффициент перед z' это и есть 2v'. Это вот отсюда. И плюс v. И плюс v. Ну а дальше, значит, все, что там было, все, что там было, это все, что зависит только от z, насколько я понимаю. А от z у вас зависит это вот это, дальше, плюс у вас зависит вот это, вот это, вот это, так, это на a от x и плюс b от x на v от x. Ну и z, значит, насколько я понимаю, вот так получится. Вот. Ну а идея такая, я выберу v от x функцию вот каким образом, чтобы убить вот эту первую производную. то есть я v от x выберу из условия того, что 2v' плюс v. Там плюс 1, да. Здесь еще a от x, конечно. Здесь еще на a от x. Вот. Будет равняться нулю. Будет равняться нулю. Ну и тогда я получаю, что dv, деленное на v, будет равняться минус 2, минус, так, это будет минус 1 вторая, минус 1 вторая, так, dv на v, минус 1 вторая, так, минус 1 вторая, а от x dx. Ну и отсюда, понятно, что если я выберу v от x, вот таким вот образом, что это будет c, c может быть произвольная, правильно? c может быть произвольная, и в степени минус 1 вторая, вот, интеграл, вот. Ну я пишу просто интеграл, какую-то первообразную возьмете и так. Так, вот, если вы вот это сделаете, то v от x, вот она. Ну и смотрите, что вы можете мне сказать сразу. Значит, ну, во-первых, так. Да, я вот хочу привести вот к такому вот виду. Понятно, чему будет равняться q от x, понятно. Я его выписывать не буду, не нужно вам. Сами будете выписывать каждый раз. Правильно? Главное, вот это вот v от x. Вот, и v от x, что вы можете сказать? Что вот это v от x, которое получено, оно будет больше нуля, больше нуля для любого x. Оно будет больше нуля для любого x. Оно в ноль никогда не обратится. Ну и отсюда, тогда у вас получается, что вот у вас уравнение 4,2, я привел его вот таким вот образом, и у меня уравнение 4,1. Ну и тогда, вот, понятно, отсюда следует, что ноль любого решения 4,1 будет также являться нулем, что любого решения 4,2 и обратно. Понятно, да? Понятно, да? И обратно. То есть тогда получается, что нули вот этого уравнения, ну, здесь у меня z от x, так, и нули в уравнении 4,1, я могу исследовать вот, записав его вот в таком виде. Это уравнение. Это понятно? Ну, вы можете запомнить эту формулу, можете не запомнить. Потому что каждый, я, например, не считаю, что ее нужно запомнить, потому что каждый раз, когда я решаю задачу, я ее каждый раз вычисляю, чтобы, ну, чтобы получалось все правильно. Понятно. У вас задачи будут, вот вы это будете делать. У вас будет уравнение такое, а вы его будете приводить вот к такому вот уравнению. Понятно. Хорошо. Хорошо. Если это так, если это так, то тогда, тогда. Ну, а тогда параграф 2, параграф 5, это теорема штурма. Теорема штурма. Вот. Это теорема штурма. Ну, речь пойдет о теореме штурма. Вот какая. Какое. Значит, это параграф 5. Значит, рассматривается вот. Какие уравнения? Рассматривается уравнение у2 штриха плюс q от x на y равно нулю. Это 5,1. Так. И z2 штриха плюс q от x. Так. Плюс q от x на z, равное нулю. Это 5,2. То есть, уже рассматривается уравнение в самосопряженном виде. Вот. Значит, почему этот вид называется самосопряженный? Ну, это будет следовать. Из доказательства это тоже увидите. Вот. Это вы тоже увидите. Ну, так. И тогда теорема штурма утверждает следующее. Да. Значит, она утверждает следующее. Собственно, сама теорема штурма. Она говорит. Значит, пусть у вас q от x. q от x и... и q от x малое, и q от x большое. Они непрерывные. Непрерывные. Ну, на некотором промежутке и от x. Вот. На некотором промежутке и от x. Это раз. И. И имеет место, что для любого x, принадлежащего вот этому промежутку, у вас q от x. Меньше ли... q от x маленькое, меньше ли равно, чем q от x большое. Вот. У вас имеется такая вот теорема. Ну, и тогда, значит, и пусть у вас y от x. y от x какое-то, любое решение 5.1. Нетривиальное решение 5.1. Значит, нетривиальное решение 5.1. Так. А z от x. А z от x. Это и есть нетривиальное решение. Решение 5.2. Вот. Сравнивайте такие два нетривиальных решения. Хорошо. Значит, это вот условие теоремы. Ну, вот у меня места здесь хватит, чтобы ее записать. Тогда, вот, тогда, если, 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 х1 и х2, два последовательных нуля, два последовательных нуля, у от х, то тогда, значит, два последовательных нуля, значит, х1, у и от х2, они равны нулю. Тогда отсюда следует, значит, либо у вас, либо существует точка С, принадлежащая х1, интервалу х1, х2, в которой z существует хотя бы одна. Хотя бы одна точка С, запишите слова, хотя бы одна. Я их здесь не пишу. Хотя бы одна точка С, такая, что, принадлежащая интервалу х1, х2, такая, что z от с равно нулю. z от с равно нулю, либо, ну, у вас вообще, так сказать, такая ситуация, что z от х1 равняется z от х2, ну, и равняется нулю. Либо, значит, вот, вот эта ситуация, либо вот такая вот ситуация. Либо вот такая вот ситуация. Да, пожалуйста. Что? Если х1 и х2, два соседних нуля, у от х, значит, везде это нетривиальное решение. Везде это нетривиальное решение. Вот. То тогда, тогда у меня существует, по крайней мере, одна точка С, принадлежащая интервалу х1, х2, где у меня z от с равно нулю, либо, либо у меня, значит, вообще имеет место вот такое. То есть у меня и само решение z, вот, уравнение 5,2 в точке х1 и х2, там у меня имеется оба нуля. Вот. Это и есть теорема штурма. Понятно, да? Вот. Ну, давайте её и будем доказывать. Давайте её и будем доказывать. Так, звонок я вроде бы слышал. Здесь был слышен, но сейчас его ещё рано, да? А, ещё, ну да, ну да, ещё у меня у, ну, полно времени. Это хорошо. Это хорошо. Так, это я стираю. Это мне не нужно. Ну, и я вот доказываю теорему штурма. Что? Что? Не понял, что значит? Вот если x1 и x2, то у вас соседних нуля. Да. Ну, что значит два соседних нуля? То есть у от x1 равняется у от x2 равно нулю. То есть решение у от x у вас в точке x1 и x2 обращается в ноль. Если 2 равно с нуля. Что? Если x1 и x2, то у меня друг друга. Так. Это всё, что касается нетривиального решения уравнений 5.2. Вот. Это и есть x1 и x2. Нетривиальное решение уравнений 5.2. А теперь я смотрю, как себя будут вести нули вот этого уравнения 5.2, для которого q от x больше, чем q от x малая. Тогда оказывается следующая ситуация. Что у меня либо существует, по крайней мере, одна точка c, принадлежащая x1 и x2, где z от c будет равняться нулю. То есть между двумя соседними нулями с меньшим q, обязательно будет существовать, по крайней мере, одна точка, где в ноль обратится что? Для q от x, для большего. Либо они вообще... То есть они нулей эти совпадут. Вот. x1 и x2 будет нуль. Так. Последовательные нули. То есть между ними нет нуля. Да. Между ними, значит, x1 и x2 никакого нуля больше. У y2 нет. Между x1 и x2. Это очень важно. Это очень важно, потому что это сейчас будет использоваться. Вот. Ладно. Ну, давайте докажем теорему Штурма. Давайте докажем. Значит, первое, что мы сделаем. Значит, у нас, значит, понятно, y от x1 и y... x1 и x2 это два соседних нуля. Правильно? Поэтому мы можем считать... Поэтому мы можем считать, что у нас... Значит, что у нас? У нас тогда получается так. Я могу считать, что x у меня больше нуля на x1 и x2. На интервале x1 и x2. Это понятно? Не ограничивая общность, я могу считать, что y от x у меня больше нуля. Но если было бы меньше нуля, я бы умножил бы на минус единицу. Понятно? Это было бы с новым решением. Ну, и смотрел бы его. Понятно? Игра не на полуоси. Почему на полуоси? Все, хватит. Я рассматриваю просто... Да. Вот, значит, x... y от x будет больше нуля. Вот. Теперь давайте сделаем следующее. Ну, значит, производная... Значит, производная при x, стремящемся к x1, значит, y' от x1. Это есть. Значит, понятно, это есть y от x делить на x2 минус... Значит, будет x2, x минус x1. Правильно? Это будет так. Это будет так. Ну, и понятно, что она будет что? Это производная будет больше или равна нулю. Это понятно. Ну, и за счет того, что... y от x у меня больше нуля. Вот. Так. Соответственно, y' от x2, это будет предел при x, стремящемся к x2. Так. y от x. Так. x минус x2. Ну, и это будет меньше или равно нулю. Это так. Ну, по крайней мере, я могу сделать такие оценки. А если я еще воспользуюсь лемой 1, если я воспользуюсь лемой 1, то тогда лемой 1 я воспользуюсь, что у меня тогда я получу, что y' от x1 будет строго больше нуля. Ну, потому что нулем он не может быть. Тогда бы кратность нуля x1 была бы двойка. правильно? Вот. А y' от x2 было бы меньше нуля. Будет меньше нуля. По тем же самым причинам. По тем же самым причинам. Вот. Ну, я вот стер, конечно, эти уравнения. Вот. А дальше делается следующее. А дальше, собственно, вот и используется самый сопряженный вид-то. Почему? Значит, у меня было вот уравнение y' плюс q от x малое на y равно нулю. Это уравнение я умножаю на z. Значит, это уравнение я умножаю на z. и вычитаю из одного уравнения другое уравнение. Значит, если я вычту, вот, если я вычту, то тогда я получу следующее. Значит, я получу вот так. вот что я получу. Теперь, не трудно сообразить следующее. Не трудно сообразить следующее, что вот это вот. что? да. Вот так будет. Вот так будет. Правильно? Будет вот так. Вот так будет. z y будет. Будет ZY. Что? Что? Вот это вот. Так. Где? Здесь или вот здесь? Слева. Вот там. Да? Да, я понял. Понял, понял, понял. ZY равно нулю. Вот теперь это так. Правильно? Здесь у меня Z, здесь тогда у меня так, и здесь у меня будет вот так. Правильно, да? Вот. Вот тогда будут вот такие вот моменты. Теперь, то, что это вот так будет, это понятно? Ну, действительно, возьмите производную. Значит, Z' на Y' плюс Z на Y2' есть минус Y' Z', они уйдут. Ну, и будет вот второй член. Ну, и тогда вот из всего этого дела я получу так. Значит, если это так, то тогда у меня вот, собственно, что получится. получится у меня вот это вот. Ну, то, что они от X зависят, я это не пишу. Это понятно или нет? Понятно. Ну, а теперь давайте, вот я получил вот это вот уравнение. Давайте его проинтегрируем от X1 до X2. Проинтегрируем от X1 до X2. Ну, получим. Значит, проинтегрируем. Значит, я пишу интеграл от X1 до X2 и здесь интеграл от X1 до X2. Ну, давайте смотреть, что при этом будет получаться. Ну, понятно, я интегрирую производную, правильно? Я интегрирую производную, понятно, что будет. Будет Z от X2, Y от X2. Так, будет Y штрих от X2. Будет вот это вот. Так, будет. Так, вот. Будет, значит, будет Z. Так, будет Z от Y штрих от X2. Так, это будет так. Так, далее. Если я это дело подставлю, значит, так. Ага. Так, и минус, минус, минус. Так. Ну, я же перенес в правую часть. Я правую часть перенес, да. Вот. Тогда будет так. Будет Y от X1. Так, Z будет Y от X1. Вот. А Y от X1 у меня что? Это 0. Правильно? Его не будет. Ну, давайте я напишу. Вот. Вот. Так. Это будет вот. Далее. Теперь с этим членом это будет минус. минус будет минус будет вот так. Правильно? Здесь производно, но здесь будет Y от X1. Вот. Здесь будет Y от X1. Вот. Так. Теперь, значит, это я взял вот этот член. Это я подставил X, да, X2, вообще говоря. Это я подставил все X2. Вот. Но все равно это будет 0. Дальше. Это у меня X2 минус. Дальше у меня будет что стоять? У меня будет стоять Z от X1. Y штрих от X1. Так. Минус. Так. Это я подставил. Ну, и вот этот член, это будет плюс. Будет плюс Y от X1. Z штрих от X1. Ну, вот это у меня 0. Это у меня 0, это тоже 0. Правильно? Ну, это нули же. Вот. И тогда что у меня получается? А у меня получается вот такое вот равенство. Что Z от X2 на Y штрих от X2 минус, минус Z от X1 на Y штрих от X1. Так. Будет равняться интегралу от X1, X2, Q, большое минус Q, маленькое, Z на Y, DX. И вот, собственно, что мы получим в итоге. Ну, вот, сделали. А теперь давайте смотреть. Вот. Ну, так. Значит, условия теоремы штурма у меня записаны. Давайте, давайте предположим противные, что теорема штурма не верна. Тогда какие у меня возможны при этом ситуации? Ситуация у меня, возможно, такая, что у меня первое Z от X больше нуля, допустим, на X1, X2. Ну, если у меня теорема штурма не верна, тогда у меня возможна ситуация, что у меня нет нулей на промежутке X1 у решения Z, ну и оно, естественно, больше нуля. Понятно? Что? Нет, на интервале. Какое может быть? Ну, давайте смотреть. Значит, если Z больше нуля, если Z больше нуля, то левая часть вот этого равенства, ну, давайте его обозначим, ну, не будем обозначать, левая часть этого равенства, она отрицательная. Согласны с этим? Ну, как, почему? Если Z больше нуля, Y штрих от X2 у вас что? Меньше нуля. Правильно? Потом идет минус Y штрих от X1, а Y штрих от X1 больше нуля. Правильно? Только интервал. Причем здесь интервал? Я предположил, что Z от X вообще везде, вот, ну, давайте так, вот он везде, на интервале. На отрезке везде больше нуля. Но такого быть не может. Правильно? Такого быть не может. Вот. Потому что левая часть у меня минус, а правая часть плюс. Значит, тогда я пишу что? Противоречие. Ну, вот с этим противоречие. Так, хорошо. Ну, может быть, случится так, что Z от X будет больше нуля на X1, X2, а Z от X2 равно нулю. Z от X2 равно нулю. Ну, видно, что и такого быть не может. Правильно? Если Z от X2 равно нулю, то этого члена нет, а это какой? Ну, а это отрицательно, а это все равно положительный. Правильно? А это положительный. Тоже противоречие. Тоже противоречие. Ну, третий вариант, что Z от X у вас больше нуля, но где на X1, X2, так, а Z от X1 равно нулю. Так, Z от X1 у вас, тогда Z от X1 у вас равно нулю. Так, ну и что? О, тогда у вас получается, что снова будет что? Ну, а это отрицательное. Ну, а там больше нуля, тоже противоречие. Ну, а значит, что тогда? Тогда должна существовать где-то точка внутри интервала, где Z от X будет равняться что? Нулю. Правильно? Отсюда следует теорема штурма. Это первое. Вот. Вот второе утверждение, что если Z1, Z2 равно нулю, то тогда, значит, тоже. Такой случай тоже может быть. Ну, может. Вот. Допустим, у вас Z от X1 и Z от X2 равны нулю, тогда у вас левая часть вся что? Нуль. Правильно? Что может быть в правой части? Ну, в правой части может быть, что Q от X будет везде равняться... Q от X мало и будет равняться Q от X большому. Но в этом случае у вас Z от X, это и есть C на φ от X. Правильно? На решение одно и того же уравнения. Ну и понятно тогда, если X1, X2, нули, φ, то они будут нулями и Z. Так. Теперь, если у вас... Значит, я последний случай вот рассматриваю. Если у вас существует точка X со звездой, такая, что Q от X со звездой больше, чем что? Чем Q от X со звездой. Значит, вот здесь у вас такая... Значит, Q минус Q от X будет больше нуля. А слева у вас ноль. Правильно? Ну и что тогда еще? Добавок к чему? Когда это возможно? Ну тогда, когда внутри. В этом еще существует точка, где Z от X равно нулю. Ну так, чтобы знак у меня менялся в Z. Правильно? Чтобы знак у меня в Z менялся. Ну тогда концы с концами у нас сойдутся. Вот, собственно, вся теорема штурма. Что? Ну последний случай я рассматриваю. Вот случай такой, конечно, выдающийся, но тем не менее, его надо исследовать. А может быть и так, что Z от X1 будет равняться... Z от X2 будет равняться нулю. Ну оказывается, что может быть. Понятно. Он может быть в каком случае? Слева у вас ноль. Но он может быть в случае, если Q от X будет тождественно равняться Q от X малому. Ну а тогда у вас что? Z от X и F от X, они решения, решения, да, линейно зависимые. Вот. Понятно. И тогда Z от X есть C на F от X. Будет выполняться. А если у вас, допустим, существует точка такая, что у вас вот здесь есть, тогда у вас это будет больше... Здесь ноль. Это больше нуля. Правильно? Тогда, чтобы получить ноль, у вас что-то должно быть отрицательным. Правильно? Что-то должно быть отрицательным. Y от X отрицательным не может быть. Мы это договорились. Но тогда Z от X должно быть где-то положительным, а где-то что? Отрицательным. То есть существует точка, она непрерывна. Существует точка, где Z от C равняется нулю. Ну вот добавок еще к этим нулям, еще и будет существовать вот такая вот точка C. А у вас слева ноль чистый. Ну вот тогда я смотрю. Значит, если у меня слева ноль, я рассматриваю все случаи, когда у меня справа ноль. Вот. И все. Ну и возможны случаи, если Q уравняется, а не равны, тогда это так. А если, допустим, существует точка, где не равны, ну где больше. Ну тогда Z от X должно в ноль обращаться на отрезке X1 и X2. Так, чтобы она сменила знак. Вот. Она непрерывная функция. Вот. Чтобы она сменила знак, ну и тогда обратилась в ноль. То есть у нас Z от X1 равен Z, это 2 равен U. Да. Ну, конечно, то есть опять получаем, что внутри будет тогда уже, тогда уже внутри отрезка еще X1 и X2 будет точка, где Z обратится в ноль. Правильно? То есть время либо в ноль. Либо, да, либо. Либо на концах. Либо на концах ноль, ну да. Да, но точка существует на интервале. А здесь тогда еще точка будет, где существовать. Внутри отрезка. Вот. Вот и все. Ну вот так. Значит, это доказательство я вам взял из Романько. И я считаю, это лучшее доказательство теоремы. Штурма из тех, ну, я смотрел Федорюка, и я смотрел этого самого Филиппова. Мне Романько это понравилось больше всего. Вот. Это так. Ну, оно, в общем-то, элементарное. Правильно? Если все последовательно делать, то здесь все будет понятно. Теперь... Что? Что? Ну, понимаете? Вот. Тогда у вас... Если у вас... У вас, смотрите, что получается. У вас изначально у y от x, x1, 0 и x2, 0. Ну и тогда, если у z, x1 и x2, 0, то тогда ясно, что z это есть просто c, умноженное на φ. Ну и все. Вот. Ну и все. Ну, такой случай, да, он может быть, вот, в теореме он указан. В этом случае просто-напросто они вот... Ну, что, значит, не меняет знак? У вас ноли там и там, значит, z будет больше нуля. Ну, все зависит от c. Правильно? А c может быть и отрицательным. Ну, тогда у них вот эти два нуля, они будут и для z. Да. Либо у вас... Либо у вас существует вот внутри отрезка точка c, а второй так, допустим, что у вас, да, вот у вас... То есть может еще быть так, что вот z от x1 будет равняться z от x2. Такой случай тоже может быть. Вот и все. Ну, он рассматривает все случаи. Только и всего. Либо, значит, либо вот то у вас... Ну, как правило, он и реализуется, вот этот случай. А если у вас, вот, они не равны, то еще и будет точка c такая, что и внутри. Отрезка будет точка c, где у вас еще z обратится обязательно внутрь. Такое тоже может быть. Вот, собственно, и все. Все случаи здесь рассмотрены. Теперь следствие теоремы штурма. Первое следствие. Если у вас имеется уравнение... И q от x у вас меньше или равно 0 на некотором промежутке и от x. Вот. У вас вот такое вот уравнение. Вот. Тогда, если q от x меньше или равно, то на промежутке и от x это уравнение не может иметь более чем 1,0. Тогда, если q от x меньше 0, тогда на и от x это уравнение не может иметь более чем 1,0. Вот. Такое вот очень важное следствие, которым вы будете пользоваться. Ну, как? Значит, рассматриваем вот такое вот уравнение. вот. Вот. Я рассматриваю вот такое вот уравнение. Ну, понятно, что если у меня существует два нуля, вот у этого уравнения, два нуля, то у этого уравнения любое решение этого уравнения должно что делать? иметь 0 между ними, правильно? Иметь 0 между ними, вот. Это понятно. Правильно? Ну, а если оно будет в двух точках 0, это тождественное 0, это будет тривиальное решение. Тогда этот случай нам не годится. Вот. Тогда это уравнение, для него существует хотя бы один 0 внутри, x1 и x2. Ну, значит, как? Значит, пусть у меня... Значит, я противный предполагаю, что у меня x1 и x2, такие, что у меня x1 равняется y от x2, равняется 0. Тогда у меня вот на отрезке x1, x2, вот, должен существовать у любого решения вот этого уравнения, должен быть хотя бы 1, 0. Правильно? Согласно теорему штурма? Согласно, значит, это должен быть 0. Ну, а это ясно, что это противоречие какое, потому что если я рассмотрю решение y2 штриха, y равняется 2, например, а это будет решение того уравнения. У меня ни одного 0 быть что? Не может. Ну, вот, отсюда это противоречие. Это первое следствие теоремы штурма, очень важное. Ну, q от x, 0-то у нас будет больше или равен, чем q от x. Правильно? Ну, если у нас q от x меньше или равно 0. Я... Значит, 0-это у меня q от x. Правильно? Что? Двух? Ну, более одного. Ну, давайте так. Давайте так. Допустим, есть два 0. Вот у этого уравнения. Два 0 есть. Так? Тогда любое решение вот этого уравнения, для него хотя бы 1, 0 внутри должен быть. Правильно? У любого нетривиального решения. Вот. Должен быть хотя бы 1, 0. Но y равное 2 – это решение этого уравнения. Как? Значит, предположение, противоречие мы можем разрешить только в том случае, если... Да. Скажем, что у нас вот у этого уравнения больше двух нулей, больше одного нуля быть не может. Вот так. А иначе вот противоречие вот сразу получаем. Что? Не понял. Какая бесконечность? Так, еще раз. В теореме штурма. Если у меня имеется два соседних нуля у меньшего, ку от х, так, то внутри у меня может быть... Либо у меня ситуация такая, что у меня существует 0 у большего ку, то есть вот у этого уравнения, это у любого решения. Так? У любого решения. Вот. Либо у меня, значит, они могут быть оба нуля. Но если они оба нуля у этого уравнения, то тогда это тождественный 0. Правильно? Решение этого уравнения. А мне оно тривиальное, мне неинтересно. Вот. И тогда любое решение вот этого уравнения внутри вот этих х1 и х2 будет иметься хотя бы 1,0. Вот. Ну, я возьму у равное 2, а у него вообще нулей нет. Правильно? Вот. Тогда вот эта ситуация, что здесь у меня 2 имеется, соседних нуля здесь, она не может. По теореме штурма она быть не может. Тогда у меня может быть, ну, хотя бы 1,0 только вот у того уравнения с отрицательным ку от х. Ну, максимум, да. Существует максимум 1,0. Его может и не быть. Но если существует, то только что. Только 1. Ну, на промежутке ку от х. А если ку от х больше нуля, ну, а у вас что-то такое? Ну, если ку от х больше нуля, то это надо уже другое смотреть. Ну, это у вас будет на семинарах задача, и вы там будете сравнивать. На семинаре там будет сравнивать. Вы будете ку от х зажимать, и тогда у вас там получится для расстояния между соседними нулями. Некоторые неравенства, и этим вы, собственно, и будете пользоваться. Понятно, да? Вот. Но это уже семинары. Это уже семинары. А это следствие, да, оно очень важное. И второе следствие – это такое. Значит, вот у меня есть уравнение. У меня есть уравнение. Так. Значит, у два штриха. Вот. Ну, и у меня есть решение фи от х. Так. Решение этого уравнения. И есть решение пси от х. И решение пси от х. Так. Вот. Причем они линейно-независимы. Ну, есть два линейно-независимых решения. Значит, они линейно-независимы. Вот. Ну, тогда эта теорема звучит так, что нули решений, двух решений уравнения фи один и фи один, перемежаются. Что это означает? Ну, это означает так, что пусть у вас два соседних нуля, х1 и х2, фи от х. Так. Вот у вас идет фи от х. Фи от х. То пси от х будет как идти? Вот так. А, конечно, не должно быть. Конечно, не должно быть. Вот. Понятно. Ну, ясно, что вообще этого я уравнения написал в самосопряженном виде, а вообще говоря, это для и общего уравнения справедливо, это вот усвойство. Тогда вот у вас возможная ситуация, но не такая вот. Вот это у вас фи от х, а это у вас пси от х. Вот. То есть такого быть не может. Вот. Ну, и не может быть такого, чтобы у вас нуля не было. Чтобы они вот вылетели. Понятно, что значит перемежаются. То есть между двумя соседними нулями одного решения лежит хотя бы один ноль что? Другого решения. Не хотя бы, а лежит один ноль другого. А другого быть не может. Ну вот давайте это докажем. Вот. Ну, понятно, что... Что? Вот. Ситуация вот такая вот. И только такая. А вот такой не может быть. Ну вот. Ну это и понятно почему. Значит, пусть у вас х1 и х2 – это нули. Значит, фи от х1 и фи от х2 у вас – это нули. Значит, это равно нулю, равняется фи 2 и равняется нулю. Два соседних нуля. Два соседних нуля – вот решение фи от х. Два соседних нуля – решение фи от х. Вот. Так? Хорошо. Вот. Хорошо. Это так. Вот. Ну тогда. Значит, ну понятно следующее, что не может быть такого, чтобы фи от х1 равнялась фи от х2 и равнялась нулю. Но они линейно независимы. А раз линейно независимы, в противном случае, браздотикян бы равнялся бы нулю. Правильно? А этого быть не может. Вот. Это так. Вот. Это так. Хорошо. Хорошо. Это у нас вот так вот. Ну и тогда, что я могу сказать? Если у меня есть два соседних нуля, вот х1 и х2, то по теореме Штурма, по той простой причине, что q от х больше равняется q от х, правильно? Вот. У меня хотя бы 1,0 есть у пси от х. Что? Да не обязательно вы можете взять у пси от х. Вот. Теперь. Значит, понятно, что 1,0 есть. 1,0 есть. А почему только один? А может, еще один есть? Может быть, вот такое то, что я нарисовал? Значит, ну, 1,0 понятно. Вот он. 1 с чертой. А будет ли еще вот х2 с чертой? Такое может быть? Почему? Ну, потому что наоборот. Правильно? q от х, ведь это же оно уже и больше ли равно q от х, оно и меньше ли равно q от х. Правильно? И тогда у вас между двумя вот этими пси от х должен быть 0 чего? φ от х. А этого не может быть по той простой причине, что мы что, рассматривали какие нули? Соседние. Вот, собственно, и все. Вот такая очень важная теорема. Ну, это все идет вот, ну, вот, в теоретических задачах. В теоретических задачах. Все это идет. Что? Что? Так. Не важно, ни больше, ни меньше. Они просто линейно независимы. Где-то они больше, где-то они меньше. Да, тогда обязательно между ними будет 0 у пси от х, но только 1. Ну, потому что по теореме штурма, то хотя бы 1,0 будет. Правильно? По теореме штурма. Так, значит, у вас ну, q от х и q от х, что? Меньше ли равен, чем q от х? Вы туда и сюда можете крутить теорему штурма. Ну, да, и тогда получается, да, вот. Ну, вот это все, что я вам рассказал. Вот это, да, по теореме штурма это все. Вот, и вот, будете тренироваться. Ну, все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.